У нас сегодняшний день панкет данных Интерпола числится в Украине 7,6 млн. автормототранспорт. Соответственно, у нас в Национальном бюро имеются специальные системы, специальный портал Генерального цикла Интерпола. У нас кроме Интерпола, на Национальном бюро Интерпола имеется главный информационный центр, где тоже имеется специальный учет угленных похищенных автомобилей. Следует отметить, что каждая автомашина при постановке на государственный учет проверяется по системе АСИФ и 1БАТ, который соединился с специальным порталом Генерального сектора Интерпола. Следует отметить, что в 2014 году нам были направлены письменные уведомления в НЦВ Интерпола ВИСП-1 относительно 21 угленных автомашин. Однако до сих пор нам не получено никаких документов от инициатора розы. В период с 2011 года по апрель 2014 года по базе данных Интерпола было проверено 4245 единиц дорогостоящих автомашин германского производства. В 2011-2014 года, да, 3 года. В результате было выявлено 78 автомашин, не 200, которыми это передается посредством информации. В числе всех угленных стилиатуре Германии. Однако никаких откликов, откликов, никаких запросов, жалоб, заявлений со стороны владельцев автомашин и других органов генералов к нам не поступило. С 2011 года по настоящему времени в ходе государственной регистрации транспортных средств, ввозимых в республике Таристан, установлено 123 факторов угнанных и похищения автомобиль на территории республики. Как уже я отметил, 78 людей, которые уже занесли территорию Германии. Собранные материалы были переданы следственным органам. По поручению руководства министерства на многие указанные автомобили наложен арест части осуществления дальнейших регистрационных действий. В телях обнаружения поделенных идентификационных номеров мы несколько раз переговорились с представителями полиции посольства Германии в республике Таристан. Они провели с нами несколько раз различные тренинги, обещали нам поставлять специальное оборудование, однако до сих пор не поставляли. В ходе следствия установлено, что граждане республики Таристан являются нынешними собственными коментариями автомобилей и судами признавались добросовестными правдитами. Соответственно, мы направили прокатуру города Берлин, о том, что мы нами задержаны, арестованы, ведутся расследования, чтобы они нам прислали соответствующие материалы для дальнейшего хода расследования. Однако, прокатура Берлина от 30 ноября 2013 года к нам никаких материалов не поднялся. Следуя отметить, что суды республики, рассматривая заявление граждан, признали 55 владельцев этих автомобилей добросовестными подплатами. Как они прообили эти имущества через третьи и четвертые руки, и согласно статье 32 Конституции Республики, право на собственность и имущественные положения граждан охраняется законом. Транспорт средств Республики из Германии государств при Бральтике оставляется в основном частном порядке отдельным физическим лицам. При оформлении документов в Бральтические государства никаких вопросов, никаких споров не возникает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова